В эфире программа «Просто о здоровье». Важную роль в организме человека играет кровь. Это жидкая соединительная ткань, которая все время находится в движении и выполняет много различных функций. Однако в силу различных причин в нашей крови могут происходить определенные патологические изменения, которые могут провоцировать развитие очень серьезных заболеваний. Для устранения данных проблем применяются различные методы очищения и лечения крови. О некоторых из них и поговорим в сегодняшней программе. Кровь – жидкая ткань, которая выполняет несколько важных функций. В том числе защищает наш организм от инфекций и повреждений, доставляет ко всем органам кислород и необходимые питательные вещества, поддерживает температуру тела и многое другое. В то же время все патологические процессы в нашем организме получают отражение в крови. Обнаружить их можно с помощью лабораторной диагностики. Помочь в лечении различных заболеваний, а также оказывать положительное влияние на общее самочувствие человека, может экстракорпоральное очищение крови. «Наше отделение – одно из отделений больницы скорой медицинской помощи, которая работает уже достаточно давно. Это одно из отделений, которые вводились в первую очередь. То есть это случилось в прошлом веке, в 1994 году. То есть осенью этого года исполняется 30 лет с момента работы отделения. За это время мы прошли определенный путь, совершенствовалась техника, методики лечения и так далее. Наше отделение называется «Очень сложное». «Отделение экстракорпоральных методов детоксикации и гемодиализа». Что это значит по-простому? Любимая латынь – «экстракорпорис» – «вне тела». То есть наше отделение занимается различными методами очищения крови вне организма. От более простых до самых сложных. И в арсенале нашего отделения мы делаем практически весь общедоступный спектр процедур. Как следует из этого сложного названия, отделение экстракорпоральных методов детоксикации и гемодиализа выполняет несколько важных задач. У нас находятся пациенты на хроническом программном гемодиализе Октябрьского района города Гродно. Это одна из задач отделения. То есть люди, которые имеют различные какие-то заболевания почек, другие причины системные, которые привели уже к тяжелой степени почечной недостаточности, терминальной, когда уже все консервативные методы лечения, лечения их возможностей исчерпаны, тогда остаются только методы почечно-заместительной терапии, одним из которых является гемодиализ. Вторая задача данного отделения – оказание плановой и экстренной помощи по экстракорпоральной детоксикации населению города Гродно и Гродненского района. На базе нашего отделения еще есть отделение токсикологии, острых отравлений, и все тяжелые отравления с области, которые требуют какой-то заместительной терапии, в том числе с использованием наших методов лечения, попадают и концентрируются в нашей больнице. Среди этих методов можно выделить такие направления, как острый гемодиализ, гемосорбция на различных видах сорбентов, плазмоферез и продленные заместительные методы лечения на сложной аппаратуре. В основном, конечно, что-то более серьезное, сложное – это контингент вначале пациента отделения реанимации, потом они долечиваются в профильных учреждениях, и при необходимости им продолжается оказываться помощь. Вот это основные задачи отделения. Экстракорпоральные методы детоксикации включают в себя как квантовую фотомодификацию крови, так и другие методы очищения крови. Среди квантовой фотомодификации выделяют внутривенную лазерную обработку крови, сокращенно ВЛОК, и ультрафиолетовое облучение крови – УФОК. Зачастую люди пугаются слова «облучение», однако эти методы не имеют ничего общего с рентгеновским облучением при онкологии. Очень часто бывают звонки, и люди обращаются к нам с такой простой просьбой, можно ли у вас в отделении почистить кровь. Да, можно, но, опять же, это более касается вот этих методов квантовой фотомодификации крови. В том числе мы берем амбулаторных пациентов для обслуживания на платной основе. Цены доступные. То есть человек приезжает в больницу на 30-40 минут. После процедуры ему накладывают на руку повязку, и он может уходить домой. Госпитализация не требуется. Единственное, что минимальный курс, надо провести хотя бы 5 процедур. И достаточно многим людям помогает. Уже есть люди, которые ходят к нам на постоянной основе. Эти процедуры достаточно проводить не чаще двух раз в год с интервалом полгода. Многим хватает курса проводить один раз в год, чтобы каким-то образом решить свои медицинские проблемы, профилактические, укрепить здоровье, что-то перевести в состояние ремиссии, которая больше или меньше промежуток времени. Пациентов амбулаторных мы берем в первой половине дня, в утреннее время. Процедуры квантовой фотомодификации крови мягкие, хорошо переносятся пациентам, почти не имеют противопоказаний. Методы ВЛОК и УФОК применяются как с лечебной, так и профилактической оздоровительной целью. В ЛОК колется вена обыкновенной иголкой, обыкновенного диаметра, не толстой. В просвет вены вводится одноразовый световод и производится воздействие непосредственно на кровь низкоинтенсивным лазером, в основном красным. И человек лежит подключен к аппарату, чистое время по таймеру составляет 20 минут. В результате сложных фотобиологических, фотохимических реакций происходит полезное действие. И основные эффекты, то есть спектр применения очень широкий, противопоказаний очень мало, почти их нет. Процедура, как мы говорим, самая такая из нашего спектра, самая легкая, переносится комфортно, безболезненно, только момент, что нужно колоть вену, вот и все, не вызывает никаких неприятных ощущений, побочных ощущений и так далее. УФОК – метод, основанный на лечебном действии ультрафиолетовых лучей на клетке крови. Для его выполнения нужны более хорошие вены, чем для влог. Оба эти метода облучения крови используются в лечении целого ряда заболеваний. Основные действия процедуры улучшается кровообращение, кровоснабжение, микроциркуляция, в том числе пораженных органов и тканей. Уменьшается вязкость крови, за счет этого тоже улучшается перфузия, уменьшается гипоксия со всеми полезными эффектами. И плюс немаловажное действие при различных острых и хронических воспалительных заболеваниях, аллергии определенных вещах, то есть противовоспалительные и иммуностимулирующие действия. То есть ничего в этой жизни универсального нету, но эффективность этих методов достаточно хорошая. При определенных вещах достигает 70-80% ремиссия, улучшения. Возрастных ограничений для проведения квантовой фотомодификации крови практически нет. У людей пожилого возраста учитывается состояние их здоровья и имеющееся хроническое заболевание. Юным пациентам данные процедуры выполняют на базе детской больницы. Но это не панацея, нету никакой чудо-таблетки, чудо-процедуры, которые щелкнешь пальцами и все проблемы решатся. Чего хотят иногда от нас наши пациенты. То есть всегда будет консультация, расспрос, медицинская документация, обследование и так далее. Будет приниматься какое-то решение о том, что, каким образом и как делать. Отдельно не применяется, чаще всего в комплексе, как с медикаментозным лечением, с другими методами. Допустим, часто любят и наши коллеги из других отделений, и амбулаторно в сочетании с таким методом, как гиперборическая оксигенация в определенных ситуациях. То есть люди ходят и к ним, и к нам параллельно и получают эффект на какое-то время. К слову, для выполнения лазерного или ультрафиолетового облучения крови направление от лечащего врача не требуется. Иногда нужны какие-то лабораторные анализы, если особенно человек имеет какую-то патологию такую значимую, достаточно свежую. Но это не значит, что надо сдавать всяческие анализы, идти, можно в процессе пообщаться, потом что-то сдать и посмотреть. Направление не требуется. Приходит кто-то, работает сарафанное радио, кто-то обращался к нам, людям помогло. Плюс интернет тоже многие начитаются и приходят к нам. Обращайтесь, будем стараться помогать. Но еще раз повторю, что ничего абсолютно универсального в этой жизни нет. Иначе не было бы такого большого количества различных процедур, методик лечения, разных специальностей докторов, разных лекарств и так далее. Надо подходить индивидуально в каждом конкретном случае. В отделении также проводится гемодиализ. Говоря простым языком, это означает искусственная почка. То есть, оказывается, помощь пациентам, у которых в силу различных причин наступило необратимое нарушение функций почек. И консервативное лечение уже не помогает. Гемодиализ проводится не только при хронической, но и при острой почечной недостаточности. Мы находимся в одном из диализных залов нашего отделения, которых у нас два. И идет процедура гемодиализа у пациентов, находящихся на хроническом программном гемодиализе. Вот это аппарат искусственная почка, на котором происходит очищение крови. Это достаточно сложная медицинская техника. Имеется система магистралей, заборовозврата крови, гидравлика. Внизу мы видим канистры, в которых находится диализирующий концентрат кислотный и щелочной, который аппаратом мешается в определенных пропорциях с очищенной водой. Люди с хронической почечной недостаточностью вынуждены пожизненно три раза в неделю приезжать в больницу. Процедура гемодиализа длится около четырех-четырех с половиной часов. Имеется целая станция водоподготовки, которая стоит. И из водопроводной воды не очень хорошего качества делает воду очень хорошего качества, потому что основной процесс очищения крови происходит вот в этом диализаторе. Такой цилиндр, в нем куча, большое количество тоненьких капиллярчиков, которые сделаны с полупроницаемой мембраны. Они кажутся достаточно тоненькими, хлипкими, но они достаточно крепкие, выдерживают большое давление. И внутри этих капиллярчиков в одном направлении циркулирует кровь, а в направлении противотока циркулирует уже готовый диализирующий раствор. Средний обычно расход диализирующего раствора пол-литра в минуту. То есть посчитайте, умножьте на четыре часа, то есть сотни литров проходят и контактируют через полупроницаемую мембрану с кровью. Поэтому к качеству воды принимают достаточно высокие требования. И два основных механизма, по которым происходит очищение крови. Диффузия, то есть идет кровь, полупроницаемая мембрана. С той стороны, где концентрация больше, переходит туда, где концентрация меньше, и идет на слив в канализацию. Точно так же по градиенту давления убирается через полупроницаемую мембрану, удаляются избытки жидкости. То есть основные задачи, это убираются в основном низкомолекулярные вещества, электролиты и избыток воды. И это позволяет пациентам продлить жизнь с достаточно приемлемым качеством этой жизни. Для проведения гемодиализа в отделении имеются три аппарата высокого класса. Вот вы видите, что здесь большее количество насосов, два или три, то есть отличается, немножко отличается диализатор. То есть это высокопроницаемый, высокопоточный диализатор. На этом аппарате можно проводить такую процедуру, которая называется гемодиафильтрация. Смысл этой процедуры, что из нестерильного диализирующего раствора, сзади в аппарате стоят два специальных фильтра, которые рассчитаны на определенное количество процедур. Делаются для возмещения раствор, который подается непосредственно в кровоток. И с помощью этой процедуры удается удалить более высокомолекулярные вещества в более высокого спектра. То есть ее эффективность считается выше. То есть аппараты чуть с большими возможностями и функциями. Для проведения одной процедуры гемодиализа необходимо более сотни литров специально подготовленной воды. Находимся в помещении, где у нас находится станция водоподготовки, очистки воды. Где из обыкновенной водопроводной воды, пройдя целый каскад очищения, мембрану обратного осмоса, получается вода высокого качества. Мы имеем также резервуары. Это бочка для обыкновенной водопроводной воды, или как мы ее называем, грязной воды. А далее там в другом конце помещения находится бочка для очищенной воды. Для чего они нужны? Если иногда случаются перебои с водоснабжением, то на резерве воды, имеющихся в этих бочках, в зависимости от количества пациентов, можно проработать порядка двух или более часов. Это дает возможность за это время устранить возможную аварию или принять, если уже совсем ситуация не меняется, решение о водосрочном отключении. Мы имеем запас времени. Эти резервуары по полтонны, по 500 литров. Альтернативой заместительной почечной терапии, или гемодиализа, является пересадка донорской почки. Трансплантация – это лучший вариант для пациента. Среди пациентов, кто попадает на хрониодиализ, во-первых, это дает им какой-то промежуток жизни и достаточно уже неплохое качество жизни, учитывая современную аппаратуру, современные препараты. И среди пациентов, находящихся на хрониодиализе, проводится достаточно большое обследование и выбирается группа, которые могут находиться в листе ожидания почки. И так, допустим, немножко статистики. Из пациентов, находящихся на хрониодиализе, у нас за прошлый год произведено 8 трансплантаций почки. Это достаточно хорошие, серьезные, большие цифры. За период вот этого года на настоящий момент произведено 2 трансплантации почки. То есть люди на какое-то время, достаточно длительное, сходят с гемодиализа. Лучшее качество жизни, лучшая мобильность, подвижность не привязана к этим процедурам, которые ты должен проходить и прочее, и прочее. Ежегодно в отделении экстракорпоральных методов детоксикации гемодиализа больницы скорой медицинской помощи города Гродно проводится в среднем около 5,5 тысяч программного гемодиализа и около 1,5 тысяч остальных процедур – УФОК, ВЛОК, гемосорбции, плазмафереза и других. Эти методы являются достаточно востребованными среди населения. Для лечения и профилактики ряда заболеваний все активнее применяется метод гипербарической оксигенации. Проще говоря, баротерапия. Здесь лечение проводится природным лекарством – чистым медицинским кислородом под давлением. Барокамера представляет собой закрытую капсулу с иллюминаторами. Пациент лежит в чистой кислородной среде под давлением. Причем, если в обыкновенном вдыхаемом воздухе содержится всего 23% кислорода, в барокамере его содержание достигает 98%. Этот кислород насыщает все клетки, органы и ткани нашего организма. Основные показания к процедуре являются отравление угарным газом, анаэробная инфекция и другие какие-то отравления химическими средствами. Также является механическая асфиксия, то есть утопление, повешение и тому подобное. Кроме того, эту процедуру применяется при различных патологиях, заболеваниях, в том числе при язвенных болезнях желудка и 12-перстной кишки, при ишемических инсультах, при черепно-мозговых травмах, при вялотекущих и незаживающих ранах, при ожоговой болезни, при переохлаждении, при сахарном диабете, сахарной диабетической стопе, какие-то трофические язвы. Метод гиперборической оксигенации успешно применяется для профилактики и лечения болезней сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, заболеваний нервной и эндокринной систем. Позволяет быстрее восстановить поврежденные какие-то клетки и ткани, позволяет быстрее восстанавливаться после каких-то переломов, повреждений, также лечится определенное отравление и используется в акушерстве, в гинекологии. То есть мы берем даже пациенток беременных, до родов и после родов. Кроме того, берем даже маленьких детей. Используется как в спорте, так и в косметологической практике. Для спортсменов это улучшение состояния после стрессовых состояний во время соревнований, тренировок. В косметологической практике используется после косметологических операций, каких-то действий для скорейшего восстановления и улучшения метода проведения этих мероприятий. Сеанс в барокамере длится около часа. Все это время рядом находятся врач и медсестра. Они следят за тем, чтобы пациент чувствовал себя комфортно. Связь с ним поддерживается при помощи специального телефона. Курс лечения составляет до 10 сеансов. Перерывы между курсами – около полугода. Противопоказания здесь нет абсолютных. Есть только относительные противопоказания. Противопоказания являются то, что это непроходимость истахиевых труб, слуховых труб. Почему? Потому что повышенное давление действует на барабанную перепонку. Если они непроходимы, значит, возможно травма барабанной перепонки. Значит, второе показание – наличие полостей в легких каких-то. Повышенное давление вызывает их, конечно, деформацию. Значит, следующее противопоказание – давление свыше 160 на 90 мм тутного столба. Клаустрофобия, само собой. Почему? Потому что как-никак все-таки замкнутое пространство. И гипербарическая оксигенация и различные методы очищения крови успешно применяются для лечения пациентов практически всех отделений, которые имеются в больнице скорой медицинской помощи Гродно. Все активнее этими услугами пользуются и обычные жители города. Ведь большинство из этих процедур не только помогают в лечении многих серьезных заболеваний, но также оказывают омолаживающие действия и оздоровительный эффект. В любом случае перед их применением нужна консультация врача. Будьте здоровы и живите долго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова